На днях в прокат выходит фильм «Ирии Сан. Исповедь самурая». Главную роль японского православного священника сыграл знаменитый голливудский актер Кэрри Тагава. На днях звезда американских боевиков посетил русскую Палестину. Особенно впечатлила актера трагическая судьба Нового Иерусалимского монастыря, разрушенного немцами в 1941 году. Восстановление ее должно касаться каждого православного человека, считает Тагава. И он в этом видится, что-то замечает дух русского народа с его родным японским народом. Поэтому я хочу быть частью того, что я сейчас чувствую сейчас, частью России. 12 ноября Кэрри Тагава принял православную веру. К такому решению американец японского происхождения пришел после глубоких духовных размышлений. И фильм «Ирии Сан», скорее всего, стал определяющим толчком. Собралась группа актеров не просто талантливых, но еще и верующих. И атмосфера 33 съемочных дня, безусловно. Он не принял решение сразу, безусловно, как бы пока после съемок. Мы общались, мы же созваниваемся, мы разговариваем. Там буквально в октябре, как он сказал, да, неожиданно. Я позвонила Керри, готовилась к премьере, чтобы он приехал в Москву. И он сказал, ты знаешь, два дня назад мне приснилась Богородица. По признанию продюсера, роль Кэрри Тагава в фильме – одна из ее главных творческих побед. Сыграть эту роль не может никто из наших русских актеров. Не потому, что они не талантливые, а потому, что сама идея, да, православный японский священник может сыграть только истинный японец. Я отправила материалы, отправила, тогда у нас еще был только синопсис на английском языке. И Керри согласился через три дня. И потом я понимала уже, он уже приехал, читал сценарий в Москве. И, как он говорил на пресс-конференции, уже не одной прошедшей в Атартасе, о том, что он, видимо, эту роль ждал 47 лет. Любовь Калинская стала крестной мамой при крещении Кэрри. После получения российского гражданства актер планирует преподавать в Авгике, чтобы быть полезным России. В Истру Любовь Калинская с творческой группой приехала к своим друзьям. Семье Шакировых – владельцам ресторана «Джанго». Дружеская встреча началась с посещения монастыря, где Кэрри Тагава зашел в надвратный храм входа Господня в Иерусалим, Воскресенский собор и вновь воссозданную колокольню. В пределе страстей Господних на Голгофе был отслужен молебен. Неизгладимое впечатление на известного актера произвел музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Подобного архитектурного решения он еще не видел. Елизавета Макеева, Михаил Моралов из Странет-ТВ.